Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 277. В задании речь идет о параллельных прямых А и Б. Начертим прямую А и параллельно ей прямую Б. Также в задании речь идет о параллельных прямых А и С. Тогда, если прямая А параллельно прямой Б, а также прямая А параллельно прямой С, то прямая Б параллельно прямой С. То есть мы имеем три параллельные прямых. Тогда прямая С может располагаться вот так, а может и иначе. Вот у нас еще такой вариант. Есть прямая А, прямая В, а прямая С расположена по другую сторону от прямой А. Тогда у нас получились два варианта. Рассмотрим оба А и В. В задании речь идет о расстоянии между двумя прямыми. Расстояние между двумя прямыми – это перпендикуляр, опущенный из любой точки прямой А на прямую В. Тогда опустим перпендикуляр и обозначим его АВ. По условию расстояние АВ или отрезок АВ равен 3 см. Расстояние между прямыми А и С равно 5 см. Это тоже такой же перпендикуляр, опущенный из любой точки прямой А на прямую С. Тогда если мы продлим перпендикуляр из точки А, перпендикуляр АВ продлим до пересечения с прямой С, то это тоже будет перпендикуляр. Так как если прямая перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она перпендикулярна и второй. Тогда расстояние между прямыми А и С – это будет отрезок АС, и он равен по условию 5 см. И найти нам нужно расстояние между прямыми В и С, отрезок ВС. В пункте А, поскольку все перпендикуляры оказались на одной прямой, то тогда отрезок ВС равен разности отрезков АС минус отрезок АВ. АС – это 5, АВ – это 3, итого 2 см. Расстояние между прямыми ВС, отрезок ВС равен 2 см. Пункт В. Итак, выберем точку А на прямой А. Опустим перпендикуляр из нее на прямую В. Это будет у нас перпендикуляр АВ, расстояние между точками А и В. И если мы этот перпендикуляр продлим до пересечения с прямой С, то это тоже будет перпендикуляр АС, который равен 5 см. Все перпендикуляры лежат на одной прямой, поэтому длина отрезка ВС будет равна сумме отрезков АВ и плюс отрезок АС. Это будет 5 плюс 3, итого 8 см. Расстояние между прямыми В и С в этом случае равно 8 см. Мы рассмотрели все варианты расположения прямых А, В и С, поэтому выполнили задание. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. В сетях.